Приветствую вас на канале час ремонта, в этом обзоре расскажу про газонокосилку чемпион LM5347. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, её оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Газонокосилка – бензиновая чемпион LM5347 крупноразмерная модель с большой мощностью для окашивания больших площадей газона. Косилка комплектуется огромным комбинированным бункером для сбора травы, мульчирующей заглушкой и патрубком бокового выброса. У косилки большие задние колеса для удобства движения по высокой траве и кочкам на участке. Все колеса поднимаются и опускаются одним рычагом. Такая система регулировки называется «центральной» и имеет 8 фиксирующих позиций. Корпус косилки стальной, окрашенный в жёлтый цвет. Рукоятка косилки эргономичная, выполнена из стальных полых трубок, собранных при помощи специальных зажимов. На панели оператора выведена ручка регулировки оборотов двигателя. Косилка оборудована четырёхтактным бензиновым двигателем Champion G201 VK с верхним расположением клапанов и внушительной мощностью 6,5 л.с. Двигатель раздаёт мощность на заднюю колёсную ось, обеспечивая самоходность, и на вращение стального двухлопастного ножа. Травосборник вмещает до 70 литров скошенной травы или садового мусора, собранного в режиме «садовый пылесос». Нижняя часть травосборника выполнена из синтетической ткани, а верхняя – из ударопрочного пластика. В верхнюю пластиковую часть сборника встроена ручка для удобства съёма и опорожнения от собранной травы. Газонокосилка легко переключается для работы в любой необходимый режим. Для переключения в режим мульчирования достаточно снять травосборник и вставить сзади мульчирующую заглушку. Для переключения в режим бокового выброса необходимо снять сборник, вставить мульчирующую заглушку и вставить сбоку деки патрубок бокового выброса. Газонокосилка подойдёт для окашивания газонов общей площадью до 20-25 соток. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Нож не заточенный. Очень хрупкий материал газа. Дек отрезкает в местах изгиба. Нож быстро тупится. Теперь перейдём к положительным. Удобно, практично. Прочный корпус. Умеренно ест бензина. Сама движется. Большой мешок для травы. Косит любую траву и сухую и сырую. Мощности хватает рубить мелкие веточки. Ширина лезвия. Размер колёс. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале час ремонта. Субтитры сделал DimaTorzok